МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Полуметровые сугробы на Мело в Нижневартовске всего за одну ночь, сообщают наши мобильные репортеры. Вот такая у нас сегодня погода. Вчера было минус 30, сегодня минус 2. Все дворы замело. Вчера этот тротуар был чистый. И сегодня все труды этих людей пошли на смарку. И они по-новому убирают этот снег. Вот такая у нас непогода сегодня. По словам авторов, коммунальщики не сидели сложа руки. На городских улицах работала техника и дворники. Основные дороги расчинистиля, а вот во дворах красовались снежные барханы. Многие автомобили замело на стоянках. И судя по этим кадрам, их владельцы предпочли утром воспользоваться общественным транспортом. Пока Нижневартовск заметала, севернее, в Когалыме, небо было ясным. Там наблюдали необычный закат. За горизонт уходило сразу два солнца. Два солнца. Как такое может быть? Вообще не могу понять. Нет, я такое первый раз вижу. Мобильные репортеры стали очевидцами ГАЛО, редкого оптического феномена. Возникает такое явление из-за преломления света в кристалликах льда, парящих в атмосфере. Теперь на юг России, в Краснодар. Из-за мокрого снега там падали деревья. Не выдерживая тяжести, стволы ломались и приземлялись где-то прямо на дорогу, а где-то на припаркованные на улице автомобили. Город встал в пробках. Краснодар просто в шоке от такой погоды. Снегопад внес коррективы в движение поездов и самолетов. Некоторые составы уходили с опозданием. Были задержаны несколько рейсов авиасообщения. Нас вон что. Ничего не видать спереди. Как будто как в тайге. В усиленном режиме пришлось поработать энергетикам. Жители нескольких населенных пунктов остались без света. Пользователи сообщали в сети и об отключениях электричества в кубанской столице. В регионе было объявлено штормовое предупреждение. Вот такой снег выпал менее чем за сутки. Толщина слоя, наверное, сантиметров около 30. Похоже, сегодня будет день жестчанщика. Несчастный случай произошел в Екатеринбурге из-за заваленной снегом крыши. Огромная глыба свалилась на тротуар прямо на головы прохожих. Инцидент удалось снять на автомобильный регистратор. Мобильные репортеры сообщают о четырех пострадавших. К счастью, травмы оказались легкими. Свидетели, которые сразу же после происшествия пересекали этот участок, с опаской поглядывали наверх, ожидая очередной лавины. Страдают от снежных обвалов и автовладельцы. В одном из дворов Екатеринбурга несколько глыб упали на автомобиль, владелец которого остановился в неудачном месте и в неудачное время. Итог. Несколько внушительных вмятин на передней части легковушки и непредвиденные затраты для водителя. В Челябинске неизвестный чистил крышу пятиэтажки, сбрасывая увесистые комья прямо на крыше чужих авто. По словам мобильного репортера, странный дворник работал без страховки, не обращая внимания на звуки автосигнализации. В коммунальной службе города уже прокомментировали видео, заявив, что это не их работник. И предположили, что таким образом хулиганил кто-то из жителей дома. Сотрудники коммунальных служб иногда очищают дороги от снега, практически не просыпаясь. Мобильный репортер снял ролик о трактористе, который рано утром выехал на уборку территории и уснул на работе. Вот так вот работает уборочная техника в академическом. Вот. Видали? Вот. Третий. Вот его номер. Дружище! Пользователи предполагают, что всё это происходило в районе академический города Москва. Хотя номера на снегоуборочной технике принадлежат другому региону. Ну а в Иркутске заснеженные дороги стали хорошей трассой для сноубордиста. Молодой человек встал на доску и, держась за трос, привязанный к автомобилю, промчался по улицам города. При этом машина двигалась на приличной скорости. И сноубордисту приходилось быть очень внимательным, чтобы не врезаться в столб. Необычное явление снял наш репортер в Приморском крае. В районе города Артём вечером после захода солнца в небе появилось яркое синее свечение. Вот такое уникальное атмосферное явление в Приморском крае вечером. Уже темнеет. Под самый-самый закат. Что-то грохотало в небе. На первый взгляд это было похоже на закат, но при этом, по словам автора, это сияние сопровождалось каким-то гулом. В соцсетях теперь бурно обсуждают, что это могло быть. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова